Вы смотрите Ночные новости ТВК. Мы продолжаем и сегодня у нашей телекомпании день рождения. 24 года с первого эфира. В честь этой даты моя коллега Екатерина Кашучек подготовила большой репортаж. 24 года, за который изменилась страна, вырос телеканал и целую жизнь прожил один человек. Эфир ночного выпуска ограничен, поэтому показать вам репортаж мы, к сожалению, не можем. Зато можем позвать в гости автора. В студии сейчас Екатерина Кашучек. Катя, добрый вечер. Спасибо, что пришла к нам снова. Была в вечернем, пришла в ночной. Катя, я посмотрела репортаж, я в восторге. Кто-то, возможно, не успел посмотреть его вечером. Расскажи, о чем он? О тебе, о ТВК, о тебе на ТВК. Вкратце, о чем репортаж? Вот и обо мне, и о ТВК, и обо всем остальном. Но, конечно, там нельзя сказать, что есть какая-то главная линия. И линия – это жизнь. Вот есть 24 года, которые мы прожили все вместе. Есть линия, как развивалась страна. Есть то, что происходило с ТВК. Есть я, которая от нуля до 24 точно так же все это прожила. И оказалось, что все это переплетается. И настолько тесно иногда, настолько иронично. Я когда сравнивала архивы ТВК и те, которые семейные, есть у меня личные, некоторые моменты меня как-то аж заставляли остановиться и подышать, потому что пересечения, правда, есть. И они интересны. Я думаю, каждому, кто жил эти 24 года или кому интересно, как эта жизнь выглядела, если кто-то еще даже младше, чем я вдруг, то это надо посмотреть. Ну, вообще, такая нетипичная идея, тем более нетипичная для новостей, идея показать жизнь телекомпании через твою жизнь. Как она появилась вообще? Она появилась в каком-то из разговоров, когда, а вот у нас 24 года, а у нас же Кате 24, это просто такая ТВКшная история сразу, вот Лиза знает точно, потому что вот сколько лет ТВК, столько лет Кате, и мне свой возраст даже как ни покакетничать, ни скрыть, об этом давно шутили. А здесь мы поняли, что это сошлось. И все это сошлось еще мало того, что это 24 года. 7 мая, день, когда исполняется 24 года ТВК, именно в этот день сошлись важные для нас, для троих, можно сказать так, для меня, для ТВК, для страны, важные события. Какие? Смотрите сюжет до конца. Но это вот не первый твой большой репортаж. Уже было несколько работ. С одной из них, кстати, ты в финал ТЭФе выходила. Чем этот репортаж отличается от тех, которые ты уже снимала? В чем ты видишь его особенность? У меня еще никогда не было такой личной работы. Хотя все равно каждый репортаж, большой репортаж, это отдельный твой какой-то труд, над которым ты живешь неделю, месяц, больше. Ты прямо с утра до вечера засыпаешь. Мне очень часто снится, что я снимаю. Я просыпаюсь и понимаю, что я проработала всю ночь. У меня нет силы на следующий день. И ты постоянно этим живешь. Но такого личного, даже при том, что у меня уже был опыт больших репортажей, не было. Вот здесь мне, между прочим, 14 лет. И я еще никогда, я даже в соцсети никуда не выкладывала. Эти съемки, потому что, ну, кажется, что это так, все настолько несуразное. Ты там маленькая, ты какая-то не такая. И мама у меня шутила, что я не помню, чтобы ты такая прям была. Не очень красивенькая когда-то. Но это всегда странно показывать всем людям. Но зрители, это уже мой собеседник. Я также в ночных новостях сижу, общаюсь с камерой, общаюсь с людьми, которые пишут. И поэтому здесь мне как-то этот барьер перешагнулся очень просто. Ну да, я как раз хотела спросить, что они все вот так вот решатся показывать какие-то свои личные кадры. Или там делать какие-то личные заявления в прямом эфире на весь город. Вот действительно, никто не отговаривал тебя? Там все согласились с этой идеей? Или все-таки были те, кто говорил, ну, может, не надо? У нас не было прям большого обсуждения этого. То есть знали близкие люди, что я этим занимаюсь. Знали, что я занимаюсь архивом, но до момента эфира никто не видит эфирный продукт никогда, кроме там продюсера новостей, который этим занимается. Поэтому мне самой сейчас интересно. Я еще не знаю, как они на это отреагируют. Там где-то понятно, что кто-то появляется. Это переживательно для меня. У меня семья, которая не любит какую-то публичность абсолютно. Люди, которые понимают, что там главное в жизни это образование, а не как ты выглядишь в камере. И все, я с этим соглашусь. Но я надеюсь, что они не расстроятся из-за того, что какая-то часть нашей жизни семейной, она оказалась частью большой страны и вот в контексте телевизионного материала в том числе. Ну вот это параличный архив. Также в репортаже очень много кадров таких эксклюзивных из архива новостей ТВК. Сложно было с этим архивом работать? Очень сложно, его очень много. Это огромный такой объем работы. И когда ты садишься, у меня еще есть просто такая, я не знаю, может, не самая хорошая черта для создания таких материалов. Мне очень интересно, мне слишком интересно. И я начинаю все это высматривать, даже уже где-то понимая, что вот этот конкретный материал мне не нужен будет, я его не использую. Но мне все равно настолько интересно, как это выглядело 20 лет назад, когда я пешком под стол ходила, что я все равно трачу на это время. И объем работы он, конечно, эту сложность сделал. Ну вот я помню, что изначально планировалось, что это сюжет на 5 минут, потом сюжет чуть больше. В итоге получили большой репортаж. Да, 15 минут после подготовки к этому репортажу, после написания удалось как-то по-новому взглянуть на место, где ты работаешь? Удалось. И сегодня, когда он вышел в эфир, ты смотришь в глаза коллегам, ты видишь вот этот обмен эмоциями. Это, наверное, какой-то новый уровень близости тебя, ТВК и всех людей вокруг. Потому что все равно история – это люди. И вот с людьми, да, это все намного теперь ближе. Катя, спасибо тебе большое. Напомню, вместе с Екатериной Кошучик обсуждали большой репортаж в честь дня рождения ТВК. Кстати, его вы можете посмотреть на нашем сайте tvk6.ru.